в окно увидал я с возвращением я случайно глянул в окно не смотрел а тут как будто кто меня подсказал в придану ну еще наверно то я тебя там не знаю чем кормить и отправили домой скале да нет почему вчерашнюю одежу таять остатал у него привезет а сергей привезет ну конечно ну еще отдохнул маленько отдохнул да тут меня спрашивает как я без тебя чтобы все снял снял придется показать как я готовлю еду рассказали еще в поликлинику сходить у меня еще какой разговор тебе далеко идти до поликлиники то а то приезжает скоро на наши знакомые близкий человек и можно поехать нет да я дойду ну ладно и сколько ты там пробыл дней две недели два дня это получается что 16 дней но сам как чувствуешь надо было там быть конечно надо было надо было слава тебе господи значит не жалеешь что там был нет люди хорошие встретились там встретились слава господа а ты сегодня в интернете заходил заходил видел на вчерашний где бы будет как тебя встречаем там все просмотрел люди еще не знали что ты это не совсем вышел а как тебя сегодня выпустили так кто врач вызвал еще сказал у нас там врач ведет она еще рассказала безнадежно или как почему нет получше лучше но у меня просто она не до конца зажил ангет и так значит тебе надо меню составлять отдельно никакой вам не уже дали все все да понятно за счет такие как чеснок лук нельзя нельзя в пареном виде только картошка вот такая макарона смотри как подошел узнает где-то сегодня тут делает у меня ты бы знал казали пока ограничится в морковке морковку пока не есть и морковку не есть да ну только вареную вот эту вот я рыбу вчера выщерпал ею прихожу она на дому оторвали прогрызли а то вот этот вот вот смотрю какой невинный такой и главное куда залезет он туда наверх ох и баловной но чувствуется что мыши уже там дрожат потеряете от него здесь заработал я слышал слово божие и правду о том положении а то виктор я тут спрашивает валентины с артистон из америки наша знакомая приезжает оттуда лидия муранова и в германии у нее там тимофей видимо сын и не спрашивать если кто в германии но я отвечаю сейчас собирает для нее данные а это тебе еще надавали там а кто приходил да там многие приезжали и алексей загуляев приезжал и вот последний раз по льгу его были николай а алексей приезжал а когда приезжал ну давненько уже не знаю сколько там дня три что ли прошло понятно и главное я воскресенье то собирался ни под каким видом не ездите даже никак бесполезно говорит дело карантин и антенда но я сейчас уже открыли все сейчас еще и поэтому не это воскресенье а то воскресенье я тут опять же собрался там все но ты вчера посмотрел еще наложил то конечно я обратно половину еще и морковку привез морковки не было как точеная морковка там было а морковка морковь а ты думал еще икра нет это морковь я натер и еще чем угостить то я же не знаю охота счета дать а не знаю еще можно нет сегодня так в работе никак тебя не ограничивали ничего 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 еще тяжелую работу да и в наклонку не работать что пока в неклонку на работу за счет работать но только без это без тяжести наклоняется мы теперь я буду то все делать конечно сейчас не уж там не на александровна я тоже завтра выписывают желмеру но хотели сегодня выписать но у нее там что-то с давлением и виктор андреевич гет пускай подлижет еще давление это не хорошее дело и это она тоже там а ты мне говорил что у тебя когда это кровь то было я говорил на 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 жаре то там когда у голубей чистили-то а она гела не относится нет это у меня с самого детства все понятно ну давай разболокайся разболокайся это у нас слово такое сибирское это раздевается так бутылки туда в нижний край сунь туда я батюшке их отдам виктор андреевич привозил тебе березу сокта да так он тебе подходит не запрещено нет тогда батюшки мы скажем он привезет с игорем сегодня же позвоним вон туда можешь вот в нижние оттуда сегодня сложу в сумку то и завтра с игорем отправим вон той на кровати 20 свитка лежат батюшка отдал не за и коврик или что потеряевку а потеряевку ну да потеряевку так насчет потеряевки то там везде надо прокапывать траншеи значит два варианта один вариант я еду другой вариант ты едешь так я уже договорился команды есть володя пенкин едет тут андрей там этот наверное голова еще несколько человек ну а дальше тебе еще говорит а ты все знаешь где надо на и наклон гене наклон там делай да и лопата среди на черенок ты наклоняться снег а когда надо будет выезжать а когда выезжает но я не знаю еще пока я терпимо еще воды то нету но надо первым не у людмила степановна хотя бы дня два на чтобы закончить там не ну я ничего не имею против но надо быстро это сделать сейчас и что перехватить и тот канал который мы там пробили на рыжковском то на рыжковском надо его хотя бы траншейку прокопать не все выкидывать а хотя бы вот как человек идет такой а дальше она вода то все это вы вымоет оттуда и когда копать надо так чтобы на само озеро зашло чтобы вода то пошла нашла на основе это лучше тебя никто не знает вот я тут некоторые книги не дали почитать но и как называется интересного отца влах павлу то есть отца влах павлу это протестантские до протестантские но очень поучительный рассказ 7 рассказов поучительных конечно какие индусы приходят христианству да 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 эти мусульмане протестантские я тут даже свидетели и губы эти журнал сторожевая башня это в церкви раздавала себе лепты тоже три раз тоже протестантская то есть они работают они работают это работают и поэтому прибыль есть а вчера стоят тут поют хор поет перекликается ни слова никто не понимает притом ни много ни мало ни один вот тоже адвентист 7 дня прошел всю войну будучи немцев сам сам немец его призвали в армию но он ни разу в руки не взял оружие единственный случай мы дали пистолет а так стрелял почти сто процентов в это попадал да он взял себе тайна пистолет у сходил выбросил а себе тайна сделал деревянные в кубаре носил деревянные ушел гитва я боялся когда вдруг случится что враг нападет а он себя не сдержит и вдруг человека убьет он где-то я побоялся этого сделать один адвентист такой же служила а там бабковки сидел адвентистка и она говорит ну что он ягод не стреляю тогда ты стрелять не больше он говорит конечно нет но я это побежала тогда нет это подожди я стрелять буду ты же ты же адвентист говорит седьмого дня я адвентист ты сейчас сказал не будешь стрелять я невинно взято за то что проповедовала нет я стрелять буду говорит так интересно а это даже помогал этим раненными русским все его за этого это свои не очень не любили немцы очень не любили его но адвентисты седьмого я их очень хорошо знаю они соблюдают диету там все это у них там свинину давали он даже не ел я не знаю насколько статистика говорят в америке долгожителями они являются по сравнению с другими соседями они не пьют свинину разу не едят и все время ходят спортзалу бабки а спортзал это хорошее дело я скажу что а кто тебе надавал то это полезно у нас знакомых много которые дают мне но слава богу просто я имею ввиду то что это время благоприятное было для чтения понятно много времени было со зрением то у тебя нормально и со слухом вот так меня в степь надо отправлять а не тебя там слушать некого а а я это серьезно надумал еще молитву поди да нет тут просто такие смешные истории которые жизни священников и мирян гает кто писал не желудков я не знаю же священник посмотри если желудков то и знакомься им составитель фомин а в какой-то 2017 года составить ну может быть это взято не сегодняшняя давнише интересно один в битком набитый храм входят двое в масках с автоматами кто хочет получить пулю за христа направо прочее на выход когда остается несколько человек объявляет ну вот верующий в сборе можно начинать богослужение один вы вышел зашел тоже это спецназовый стал мусульман идет говорит богослужение по-своему то ну сразу там все все на него воззрелись тем более в чечне ну а он зашел и так слушайте внимательно кто умеет резать головы молчание я спрашиваю кто голову умеет резать ну тогда подошел который там мула ты и говори знаете у нас кто умел головы резать им уже отрезали говорит больше никого нет тут барана взяли заколоть некому вот тоже интересно мне понравилось не воровал ли чего да воровал а жену бил да бил а пакости соседям делал да делал может и постов не соблюдал что я не христуле это убил человека говорит сел на труп и а вот его котомка была развязала там сало греть сегодня нельзя есть говорит постный день пятница а сам на трупе сидит это смешно это не смешно плакать надо но я очень рад как раз ты приехал то сегодня еще я и так да после богослужения тут поедем у меня кое-что есть через день у меня кастрюля полная корма этим кошкам то я же х и я каждый день в погреб там под трапезу то лажных ну и у меня она кончится я начну делать готовить это и частями будешь снимать у меня можно насколько запросов было 6 до до 6 6 я уже отнес эти считать андрея критского на вторую ступень благодарения и словословия вот так ну как у вас там где в камеры засу в камере в палате сколько было нас было пятеро сперва в первый же день я шконок в 5 кровати было нет кровати 6 пятеро человек было все а еще один на 2 кровати спрашивали почему а людей не хватило 6 не положили просто понятно я первый день а вот я уже в ролике говорил что я там в первый день меня состоялась беседа там с людьми которые там были в палате я была четверо а потом еще пятого положили а потом в дальнейшем они занимались своими делами и крис я смотрю они как бы не расположены я их и не трогаю понятно но кто-то стонал ночью нет у нас один был дедушка он постоянно жаловаться на своем на то что и врача донимал все время и сколько ему мне кто там у него запорта у него там понос я не знаю лет шестьдесят нам от когда пришел врач то там и говорит кто тут больной то да 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 вот это мне вообще поразить как достать пальцами нос кончик носа да он так интересно он он его вызвал медсестру спера вызвала медсестра зашла пощупал него это давление вас где давление ну такой сход на гетонгет нет хоть хочу чтобы врача вызвали она пошла врача вызвала что-то его не было сперва свет взяли выключили слышу забегает как ураган он занесся свет сразу включает по выбежал на середину палаты кто тут больной такой раз этот мужчина который пожилой то такой я больно ну-ка встать только встает руки перед собой раз вытянул сейчас год каждым пальцем когда доставить нос он такой щеку себе достает вот так все нормально ложись все закрыл дверь уши тот такой поставил это чуть такое было говорит это что за врач такой говорит за возмущался возмущался лёг все таки ну а чё скажи делать то ему врачу ты тебя ну среди ночи врачу тоже надо отдохнуть ну и вот так вот потом он долго этим возмущался что вроде как то есть вы раз запомнили такой врач который нас курировала женщина она говорит что тоже самое вы очень впечатлительный выгод радуетесь жизни зачем вы все время стонете это и вот что интересно там один лежал полицейский он в интернете вычитал объявление где-то в больнице где-то у нас здесь на алтае может даже и в нашей больнице я не знаю где это произошло случай лежали два больных в одной палате и один постоянно гетстонал все время на свои болячки другой ведь не вытерпел встал гетт и набил лицо прямо и конечно вызвали полицию его наверное видимо забрали что ли я так понял что вот этого больного вот такой инцидент был а у нас как раз этого выписали который у нас страна встанал то вроде его тоже а сколько ему лет было там старику то я не знаю 60 на вообще вот и он это когда его выписали вот эту статью нашел этот полицейский прочитал и как бы немножко посмеялись вроде вовремя выписался да а я когда лежал в больнице и один вот стонет ну до 25 вот еще стонешь а у меня отец стонал всегда вы разве это ответ нет вообще конечно человек который установлен у него конечно был он просто не за то что ему больно за то что он в туалет не мог сходить и он боялся есть ему говорит врач выгодить ешьте потому что вас будет прямая кишка она работает только когда какая-то еда туда попадает а раз вы не едите она не работала почему он не ел боялся есть за из-за того что он потом в туалет не сходит не сможет сходить ну да когда-то счета надо сорновиста в том-то и дело или только в жидком виде и вот ну вот так у него с нервным именно связано то есть она ему всеми об этом говорила вам будет надо молиться она верующая врач попалась у нас интересно зашла врач женщина пожилая довольно а проверила там все что надо врачи то разные в одной палате а врачи разные да и она говорит я смотрю за вами здесь никому пользы никакой нет и не выздоравливайте ничего а я сунулся гуляя но только вы один говорит а у меня после второй день после операции я уже лежу гимнастикой занимаюсь виктор одевича попросил спортзал повел меня и все прочим этого дедушка это установил его тоже пошли потом начали вот это чтобы он делал какие-то физические упражнения там какой-то тренажерный зал такой был краевая больница барнауль он пожалуйста залез в сумку вот так ты еще тут ему не принес мышек то нет нет я вчера всю рыбу силу пошел так но врачи то запомнить тебя что ты другой был чем они ну я поблагодарил всех поблагодарил что это пожелал у вас очень хорошая профессия такая божесть добро можно делать делать для людей можно а у тебя и критики то были нет какие какие но наши квитки а конечно я все я эти евангелие всем раздавал и визитки у меня визитки критки я назвал визитки там там ниже на втором этаже есть это часовенька я туда ходил на службу субботу воскресенье священнику там местом евангелия давал тоже несколько пачек ему давал он поблагодарил меня это я как раз думал где евангелие взять а ему раз и приношу как раз тут пишет вам а ты считал какие отзывы где володя то кто куда потом поехал то единственно меня все время удивляет хотя чему удивляться могут мы эти евангелие раздавим людям на крещение у вас я подумал как на крещение человек должен к окрещению уже быть готовым знать евангелие они только на крещение долежать до крещения но слава богу но тебя не резали кололи все же нет да ты так льготно прошел а пищу тебе давали тоже как всем три раза три раза но у нас разные столы кто-то 3 4 5 стол то есть зависимость у кого как насколько осложнение в основном кашки давали там в основном это как она рисовая каша давали как клетки мясные только не что-то с чем-то там смешанный то есть не чистое мясо чем-то смешанное наверно с мраморной крошкой потом с туалетной бумагой любят мешать рыбные в основном ничего не давали вот только в основном мясные все вот это вот немножко ну кисель давали чай ну в общем ты небольшой ущерб пошел государству что пробыл день и дельно что там единственное все время мне так смешно было очередь такая выстраивается в столовой там перед окошком с чашками у нас группа паразитов кормят я тоже говорил но меня пригласили где там столовая обедать там столовой во время обедать но между обедами там пусто и больные все собирались им там проповедовал это уже там виктор андреевич или как устроил я в одну палату зашел женщины пригласили меня вот я там у них поповедовал то есть а утренние вечерние правила никак не исполнял там молитвенные я в основном своими словами что наизусть а потом своими словами понятно ну молился кланялся конечно и они видели видели фанатиком назвали вот я молился утренний вечерний я молился отдельно то есть я уходил там отдельное место молился окрая перед обедом то в палате даже моя прям столовой кланялся тоже тоже в столовой ну я имею ввиду просто я уединялся когда вечерний ну да они чего-то два попали сюда и полицейские один год я во что-то верю такое что что-то там есть не вверху строить я верующий он ко мне подошел поясок показывает мне где там это живые помощи гид и он у меня истерся где чё с ними делать ну чё делать раз истерся обычно говорю святые вещи их выбрасывать нельзя сжигать можно сжигать купить новую себе но это груди не поможет если ты по западным уже не живешь и с этого беседа началась вот а раз он бывший спецназовец войну войну уже не обошли конечно войне начали речь била ты чё потом у меня вчера состоялась очень хорошая беседа вечером я за это молился вот как первый день получилось что с ним за свидетельство потом я их не касался они сами не шли контакт а вчера вот раз и я читаю вот это от савву к павлу вот эту книгу на спецназовец он заинтересовался названием таких а что это за книга вот я ему начал объяснять как его обращаться христианство кто такой из был савву потом стал павлом то есть вот так вот ему он говорит ну ягод конечно вот так фанатично не верю гид что вроде как и не хочу верить так фанатично ноги в то же время вроде как признаю что и бог есть все это у него я ему объяснял по западе божьим потом я часто слышал что он там беседует по телефону и у него своя дочь его это жена если двое детей а он там с другими это женщинами шуру-мурой как говорят по телефону я ну настал момент как раз ему насчет 7 западе объяснил все что говорю ты гришь вот для тебя самое святое то семья сангасу и собственно руками и разрешаешь глю когда на другие женщин глютам поглядываешь в этом я грешен дает виноват в одном это никак пушкинг все заповеди соблюдаю но не пожилая горит рабыни чужой играть не могу никак 113 любовница пушкина ну хорошо получилось беседа 2 милиции гитая от жене не изменял гит ни разу где вроде в этом не согрешил интересные люди попались так беседована в основе я все читал читал плюс я на компьютере занимался соло на клавиатуре это вот это 10 пальцевым методом слепую печатать уже прошел там где-то 66 7 что ли упражнение у меня а их 100 всего до которые раньше разве не учился я учился но я где-то примерно столько же прошел и шах назаров там преподает кажется я бросил шахи инженер а сейчас решил до конца дойти они при том дали две недели бесплатно то есть две недели я могу спорта заниматься этим но тебе машинку твою там не попортили это интернет люди хорошего попался один из деревни олег попался он с покровки это мамонтский район сам у него свое хозяйство по потерявку под я разговор был слышал да про потерявку слышал да слышал да слышал две коровы держу там у него скотина разная есть он вообще ничего не стал брать не евангелия ничего но такой дом есть у него нет он просто не тянется не нужно не тянется не нужна дядя вова который все время с там он взял евангелие читал одно время ну говорит ягод так-то верю в бога нет но ягод это в храм не хожу вот так говорит уверен есть есть главное верить так чтоб только не спастись скажу вот только так так еще может сатана как следователь допрашивал зои крахмалик и мне тоже еще вам надо храм открыт у тебя бабушка ходит храм никто не арестовывает а тут воздействие с вами я гляжу у кошек слабый нюх но у нашего кота у него к отменное вехать до того где поспрячу бумажку какой-нибудь если рыба завернута была все найдет разбазарит и на пол ну да наши недостатки достает ну а кто смотрели что ты там смотришь не хотели по у тебя посмотреть что там смотришь интересный был день одна женщина у нас там они каждый меняется который уборщицы в палатах убирают вот одна женщина подходит позавчера вернее подходит такая у нас палате там полы помыло выходит из палаты говорит можно где-то вас просили да у вас там книга одна лежит горит можно какие взять почти это почитать да нужно даже игру и все это я сам продаю еще и не читал посмотрел она попросила и дал и наши материалы дал у меня были газетки покаяние и к истинному крещению вот я и тоже это дал это гру вам галатана можете полностью книгу то я у нее потом забрал она принесла вот эти материалы дал насовсем я и начал хотел я кое-что подсказать там раз она где-то вере вообще раньше не задумывалась агит я с высшим образованием я сама разберусь ну думаете ладно стало за нее просто молиться думаю раз высшее образование тут вообще-то высшее образование не действует выше называется какое оно высшее когда она на самой нижней стадии развития человечества человек не захотел думаю ладно я за нее молюсь просто чтобы господь сам его управил а с тобой по интернету никто не хотел узнать что ты смотришь в каком смысле ну как смотрят youtube а что ты смотришь вот этот вот олег который из деревни он посмотрел как игорь барабаш там у него какая техника вот это его заинтересовало потому что он сам хозяйством занимается ему интересно было а другие нет другие не интересовались вот вещь там вот одна женщина приходила я евангелие дал она приходила вопросы кое-какие задавала почему где там про меч она задала вопрос почему господь разделит семье людей я объяснил что один уверует другой не уверует а кроме врача и другие какие-то врачи старшие над вашим врачом приходили в палату про как понедельник обычно они приходят обход делают комиссия молодежи много было но они не заходили они там по коридору их много человек 10 ходит каждый день они почти ходят они заходят а то бывает так главный врач или кто-то там проходит по палатам у нас две врачи было она пожилая вот эта вот которая вторая молоденькая я не знаю лет 20 чем-то она вместе они вдвоем я когда лежал с позвоночником операцию делали и который медсестра там внутри обихаживает но я все про нее узнал кажется как карловна фамилия это увеличать его карловна запомнил я говорю если бы это было где-то в чечне вас бы украли обязательно боевики чтобы вы ухаживали за их больными до того она внимательна до того прям прямо непрерывно на работают убрать это потереть поставить она призвана на это я еще потом пытался как-то с ней связаться что-то подарить ей вот вот пришел валенки дерет баловой такой так у тебя резиновой то обуви нету не знаю а у меня где-то кирзачи были резиновой нет резиновой это надо тебе или купить или как туда идти-то по воде-то по это если где-то работа потерявки то нет у меня там есть но сам интересно как батюшка пришел на скворечник туда-то все открыто до открыто замочек висит внутри там а как же так я говорю не знаю говорит но там вроде другой замок что ли у андрея ключ так что ты имей ввиду так ты поешь сейчас совсем или с возвратом я не знаю как лучше то ну мне вообще-то здесь то что делать если нечего делать так ты кошек возьмешь хотя не на единственное чтобы с нам из картошки насчет картошки как это все обдумали да у нас же там картошка еще не они вопросила щукина я пошел сегодня картошка там в дальнем углу три мешка картошки но не полно это и все мороженое как так прихватило значит Mas там не закрыта совсем нет я закрывал все там закрыто но надо перебрать и вытащите вытащить и если она мороженое никуда не идет на крахмала рекаха нет ну тогда а там есть целая дело тоже что там же до минус 5 опускалась в том году до минус 7 опускалась а в этом году до минус 5 в этом году что до минус 5 опустил а температуру до минус 5 там вот со стороны улицы вот это земля промерзает, а у нас же там кого там, тем более стенки там кое-какие бетонные, мороз видимо проходит все-таки. Ну да. То есть там надо, по идее, снаружи утеплять там в земле в самой. Там Игорь-то даже запенил, удивительно, как он туда пролазил. Ну, это мало короче, одним словом помогает. Потому что земля промерзает и проходит все-таки. Понятно. Одна женщина вышла по скайпу, она наш канал смотрит. А кто? Женщина одна вышла по скайпу на меня. Единственный случай был такой. Задает вопрос. У меня, говорит, вот знакомая есть. Она добрый человек, вот, но пьет, говорит. Что мне с ней делать? Вроде как. Или вообще с ней расстаться, или все-таки как-то ей помню. Пьет? Да, пьет. Еще не делать с ней, поехать в Тунис и все, скажи, Саудовскую Аравию. Я ей посоветовал, говорю, вы, говорю, какой раньше жизнью жила? Она говорит, я такой же жизнью жила раньше, пока, говорит, не уверовала. Говорю, ну, это, говорю, во-первых, говорю, это, говорю, нам напоминание о том, каким мы сами-то были перед Богом, как Господь нас терпелил еще это время. Если, говорю, она не против, вас слушает, вы, говорю, постарайтесь ей помогать. Если уж она наотрез откажется с вами, что-то имеет, тогда, говорю, другое дело. А так, говорю, помогайте ей, там, каким-то делом, молитвы за нее постоянно молитесь, чтобы Господь ее обратил, помог ей вырваться из этого рабства греха. Ну, как бы вот так посоветовал, все, она поблагодарила. Ты истя сейчас хочешь, нет? Нет, сегодня жила. А то, имею в виду, у меня наварена там кастрюля целая. Сегодня же первый день поста, так что? Ну, я спросил, может, больному-то дается льгота? Ну, дается, но я терпимо. Нет, нормально все. Ну, ладно. У нас пища не пересоленая. Там тоже она такая, слабо очень соленая пища давалась. Слабо-сладкая такая. Ну, сладость, она у меня не влияет. А как вы там, прям столовая с чашками-то брали? Как? Там выдают свои чашки, но у меня была своя чашка, я со своей чашкой ходил. Ты принес ее? Да, привез. Мне Надежда Васильевна выдала. О-о-о-о. Ну, вообще, посоветовали, чтоб чашка была своя, кружка своя, ложка своя. Чтоб опять заразунику... И каждый раз мыть, обязательно. Понятно. Ну, и был... Чего у тебя там не хватало? В чем-то ты что? Ох, вот это не взял. Интересно, я руки там себе отмыл от угля. Они очистые стали. И я отмыл, я тут чистил этот... Да там все хватало, что там. Я даже сегодня сказал, говорю, мне, говорю, настолько я привык тут к этой жизни, такой, ну, как сказать, безмятежно, что даже уезжать, говорю, от вас не охота. А ты слышал мое чудо-то какое с рукомойником-то? А что у вас там? Я утром стою и во рту прополаскиваю. Я что-то не заметил еще. А потом, уже когда расцветало, кошке надо налить водой. Я думаю, чем... Ну, из рукомойника. Нарьюсь, осталось, оттуда молоко течет. Да? Да. А как-то закрыто было. Воды наливал вечером, а к утру молоко стало. Вот это загадка для меня. Я ничего не понял. Что же делать-то молоко? Молоко прямо течет оттуда, из рукомойника-то. Ну, я маленько походил сюда и думаю, я загляну туда. Выливать-то начинал, вижу, оно не совсем молоко. Оказывается, крышка была закрытая, и туда мыло вместе с мыльницей нырнуло. Как оно нырнуло, по сей день не знаю. Один из вариантов мог быть такой. Вот этот вот приятель, он мог прыгнуть, мыло прилипло к мыльнице, а мыло прилипло с другой стороны к его к ноге. И он его туда затащил. Ну и пришлось. А там мыло еще с маленьким налепышем было, кусочек-то, и все размокло. Белое. Ох и... Нам есть на кого валить-то, на белое сразу. Так он как раз был наверху, вон там, где наши эти противни лежат-то, листики вот эти вот. Он туда залез и лежит там. Покуда залезет, не поймешь даже где. Да нет, он уже при Гучи. А откуда? Как он мог туда? Вот отсюда мог спокойно вот так вот. Значит, вот именно так. Видимо, вот ступил на Гои, а он не понимает, я ему говорю, он как будто его не касается. Ну да, у него. Ну точно так, они у меня ночуют здесь двое. А то нас Господь совестью наделил, а у них-то, понятно, нет. Да, от меня зависела их еда. Думаю, наша от Господа вот так же зависит. А я интересно с этими двумя милиционерами-то беседовал. Они говорят, ну вот делаем доброе дело, не ради того, что там какое-то царство небесное нам надо, просто делаем и все. Я говорю, ну у святых отцов есть такое толкование, что человек как бы делает как раб, потом как наемник, а потом как сын делает. Он говорит, вот я как сын делаю. Такой сразу, сам без веры, но я, говорит, как сын делаю. Но это все до времени. Вот когда приехала к нам прокуратура, и стали разговаривать, и вспомнили, первый секретарь райкома партии Мамонтова, Куфаев, а потом он был заместитель губернатора в Алтайском крае. Я говорю, я его знаю, он очень хороший человек, коммунист. Она говорит, хороший, он сидит, говорит, в тюрьме. Он сидит в тюрьме, я говорю, не может быть. А прокурор-то стоит здесь, помощник прокурора-то в лагере. Она говорит, сидит. Сын Юрия уже три года отбыл. Какие-то деньги отпущен на сельское хозяйство. Он по сельскому хозяйству был. И он их сумел на себя перевести с сыном. Я говорю, как же так это? Кто-то другой бы, я поверил, до самого верха поверил бы, что дети там Ельцина, там Шикует, за границей. Я легко поверил. Но Куфаев, первый секретарь коммунистической партии, и он сидит за воровство. Это как-то настолько непонятно. У меня даже желания нет поверить в это. Вот бывает иногда так. Неохота верить в это. Это вот я заметил. Бывает, когда сильно к чему-то, тем более он приезжал, всегда расположенный, как потеряю, как строится. И он прям навстречу шел. Сейчас я не назову его, Владимир Алексеевич, что ли, где-то. И вдруг он вор. И он сидит. У меня желание было узнать, где, и пойти и попроведать его. Как-то облегчить его, учить, поговорить. Не увязывается. Как так? Я вот такое встречал еще, что, ну, мне, конечно, это нехорошо, что мне нравится, но мне нравится, Федор Миленко победитель. Ну, и его там 26 побед где-то, я их просмотрел. А когда написано там 5 его поражений, я даже смотреть не хочу. Ну, посмотри, да что, ну, ну, били его, Федора, мне его жалко. Верующий, зачем тебе это надо? Ходит на исповедь. Я его так ни разу не посмотрел, эти поражения его. Просто мне неохота, и все. И когда я не знаком, то еще, это было раньше, я сейчас не смотрю. некогда, сейчас в чатру летки нахожусь. Сегодня на одного толкнулся, философ, философ, а ничего не знает совершенно. Такие глупости. А то мы все научимся делать, это важно то, а не то, что вы там делаете. Все будет делать вроде из каменного угля, как бы делать. Я говорю, а мед из чего будете? Мед из чего? Из патоки. Да капаток это из чего? Ну, я бы хотел рассказать маленький рассказик, как мусульманин ехал один на ксакалы со студентом-то. Но тот верит, а Аллах все там молится. А этот подсмеялся над ним. И глупые верите. Все само по себе. Говорит, возьму сейчас тряпку половую здесь. На мочу пойду в туалет. Говорит, бросим, пока до Москвы доедем, заль на восоке-то. Потом увидишь, что там бухарашки появятся. И он ему ответил, как говорит, нехорошо, молодой человек. Взял божью тряпку, божью воду полил, божью букашка вылез. Вот то-то и оно. Потому что незримые везде эти споры. Ну, еще начинается там букашка, это я не знаю, яйцо там или при благоприятной погоде, даже насколько достоверно не знаю, будто бы в гробнице фараона нашли пшеницу с ним положили. И опять ей дали условия, оно взошло семя. А прошло там уже около трех тысяч лет. Ну, сила божья. Вот бывает так, асфальт, нормально все, и бац, лопало. Что? Гриб, маленький гриб, там гриб, обыкновенный гриб. И как он мог шляпкой продавить? Я не знаю, если бы оттуда штырь какой-то был, давление какое, кажется, 1600 килограмм на квадратный сантиметр. Но как им давить-то, когда он сам по себе гриб-то, он рухлый. Нет. Везде, всюду чудо и чудо. В этой щадрулетке-то вот я сейчас нахожусь, разные бывают люди, желают узнать, и которые меня знают прямо с восторгом такие, мы вас встретили, знали, и вот, и мы на ваших ресурсах там бываем. Я вот каждый день здесь просыпаюсь, когда, я еще не отвык от тебя, и утром еще так это осторожно делаю, это как будто ты спишь там у меня наверху, ну, а потом дальше размогнишься от сна ночного. Я с одной женщиной беседовал, она, видимо, с поэзией что-то связана была, и она такие поэтов, как Никитин, Натси, не слышала даже. Она говорит, мне нравится поэзия, а вот таких даже не слышала. Но я ей как раз по вопросу по Евангелию задавал, я ей кое-какие процитировал наизусть, которые мне нравятся, там, Никитина, вот это, Новый Завет, ей очень тоже понравилось. Я говорю, вы найдите в интернете и там, говорю, все это увидите. Нацена, говорю, вот. Ну, слава Богу. Тут приходил Володя, вот эта вода-то, что подтекала, он везде покидал, помог. На крышу тут не был, тут я везде все скидывал. А потом, там Миша пришел, Михаил Петрович Корекловцев, поскидывал снег. Ну, там, где муками. Сейчас вроде все везде, да, скинули уже? А? Все скинут ли это уже? Все скинул, я один скидывал. Батюшка, а там слой, пример, вот такой снега был, вот такой вот. Даже снизу не видно было. Ну, я научился так, комками режу и комок, тащу за лопатой, а потом спихну его. А потом, завалило к стенке-то, а Володя пришел, а что тогда делать? Я говорю, так вот это пробей, чтобы вода-то ушла. Ну, пробил, и думаем, что нынче в сарае будет не так сыро. Ну, я посмотрю, там возле ворот надо будет подолбить еще, то там подниматься очень скользко, бабушка. Ну, можно будет посмотреть. Да, ты не нагибайся, еще можно делать, делай, вон они лежат у меня двое. Видать тебе? Да, рыжая паля, рыжая паля. Рыжая, вот она паля, вот она паля, паля какая, потягается, а. Когда она маленькая паля, коломатерь, то отлегла опять спать. А что разбудили зря? Этот один разбойничает, он всех их обижает. Когда начинаешь что-то давать, ты даже не представляешь, как он мечет. Вот смотри, сейчас я лежит, спит наверху, у него слух отличный. Я вот так вот беру потихонечку банку, а тут у меня были гальяна сушеная. Смотри. Все, вон, вон уже услышали. Видите, все пошли. Даже ничего не трогал, все уже пошли. Страшно любят, все пошли. Головка боком у нее, вот она. И побежать туда побежала, чтобы, так смотри, глянь на его голубые глаза. Все. Тут давать-то нечего, охота хоть маленько сохранить. Вот один гальян засушенный. Говорили, ну, креветок-то идиот. И вот если я сейчас буду давать, ты посмотри, что он будет делать. Ну-ка. Ну-ка, куда, куда, куда пошел. Ну-ка, идите сюда. Ой, какой я дал ему. Ну-ка. Алло. Ой, упал. Стой. Оторвалась головка. Все. За этой рыбой они готовы душу продать. Правда, души-то нету. Паря, давай, я сейчас брошу. Вот смотри, кто схватит первое. Глянь, я бросаю. Глянь. Он и попался. Все. Он прямо изо рта у них вытаскивает. У меня тут нечего показать больше-то. Это ужасно. Как вот только рыба что-то начинает давать, как он прыгает вот сюда, туда, вот так вот. Почему? Та-то легкая, а этот он весь сбитый какой. Глянь, какой он. Из себя-то его видно, что он настоящий омоновис растет. Плотный такой. Ну ладно, заходи, начинай разбирать там свою постель, что надо. Голуби у меня не залетали. Здесь каждый день я расстилаю, убираю. Ну то есть еще такого не было. Ну ладно. А вечером приходится идти калитку закрывать в темноте одному. Как все поменялось. Батюшка, мы все говорили. Ладно, давай ко мне. Еще что-нибудь не забыл сказать, как у тебя там было? Да вроде ничего. Так, тебе какие письма писали, кому-то ответы давал? Ну мне в основном звонили братья, сестры наши. Посещали, почти каждый день они там приезжали. Ну и многие писали, да, которые в интернете нас смотрят. Ну твои, что тебя там, ты был два ролика поставили, наверное. Он посещал. три или два, или вообще? Ну да. Ну считая с вчерашним. Все тогда, пошел. Это я тут в интернете. все. в интернете. Продолжение следует...